Добрейшего вечера, дорогие друзья! Ну что, Forbes опубликовал полный список бесполезных блокчейнов. Ну, естественно, бесполезных на его взгляд. Также в этих бесполезных блокчейнах замечены популярные криптовалюты, такие как XRP. Сегодня мы поговорим об этом. И другие известные криптовалюты. Также сегодня мы поговорим о том, что XRP BTC, официальный bullrun анонс. Сегодня мы поговорим об этом, поговорим о том, какие вообще цели этого bullrun. И также мы поговорим о том, что есть уже зарубежные аналитики, которые говорят о том, что это последняя возможность покупки XRP по текущим ценам. Дальше все-таки таргет стоит ожидать в 2 доллара. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы наблюдаем то, что рынок криптовалют, определенно, например, биткоин, он снижается уже. Ниже 63 тысяч долларов. Но, на удивление, эфириум, он сейчас поднялся и поднялся на 3%. Такое ощущение, что идет слон тренда. То есть пока биткоин в боковике и немного снижается, эфириум идет вверх. И это может знаменовать даже некий такой сезон альткоинов, если другие альткоины последуют его примеру. И в этом боковике также начнут идти вверх. Если мы, значит, говорим про техническую картину XRP, то здесь мы видим следующее. То, что у нас есть определенная зона поддержки. Пока что XRP торгуется выше 50 центов. Каких-то угроз здесь для дальнейшего снижения нет на текущий момент времени. Но нужно понимать, что если неделька закроется таким образом, то есть фитилен, то получится, что мы можем опуститься в район 48 центов. Здесь есть промежуточный уровень. И если же опустимся ниже, то это будет плохо. То есть чем ниже опустимся и ниже 46 центов, тем дольше будем находиться в боковике. И если мы не опустимся ниже 48 центов, то здесь у нас есть, в принципе, шанс на восстановление. Причем, думаю, что в ближайшее время. Что касается, значит, того, что мы видим на текущий момент времени, это то, что Forbes опубликовал список бесполезных блокчейнов. Ну и также здесь в комментариях написано, в принципе, что это такое. То есть, в принципе, XRP это система платежей, платформа для того, чтобы кинуть вызов в челлендж SWIFT. Ну, в целом, я считаю, что это не совсем так. Вполне себе XRPL и в целом технология Ripple может дополнить SWIFT. Но ни в коем случае там не конкурировать с ним. Также здесь, значит, есть такие криптовалюты, как ADA, Cardano. Я бы, кстати, был не согласен, потому что ADA Cardano имеет все-таки полезность. Дальше Litecoin. Litecoin нельзя назвать скаун или бесполезным блокчейном по одной простой причине. Это Proof of Work. И это hard for Bitcoin. И так или иначе, то, что Litecoin быстрее и дешевле, это уже не бесполезный блокчейн. Потому что если Litecoin это бесполезный блокчейн, то Bitcoin тоже можно назвать бесполезным блокчейном. Дальше идет интернет-компьютер. Ethereum Classic, кстати, тоже Proof of Work. Поэтому здесь сомнения огромные. Monero тоже огромное сомнение, потому что на самом деле это одна из самых приватных монет, которые есть на рынке. Тот же Zcash. Почему с Binance они убрали? Потому что Zcash команда после смены SEO, она выбрала дружбу с регулятором. И получается так, что транзакции Zcash так или иначе, хочешь не хочешь, можно отследить. И поэтому пока что Zcash у нас торгуется на Binance. Только что-то изменится или Zcash будет идти своим, собственно, целям, которые он ставил. Это полная анонимность. И если он не будет сотрудничать с органами, если он полностью станет приватным, то с Binance он тоже улетит, как и Monero. Monero улетел лишь потому, что он не изменил свои цели, не изменил свои парадигмы. Поэтому тоже огромное сомнение. То есть такое ощущение, что Forbes не просто дали список криптовалют, которые дадут огромные иксы и которые хочешь не хочешь, но они полезны. Чем полезен тот же XRP? Ну, тем хотя бы, что транзакции вообще моментальные. И это очень дешево. То есть за транзакцию XRP вы никогда не получите транзакцию в рамках перевода доллара. То есть всегда вы платите транзакционные сборы ниже одного доллара, я бы уже сказал, ниже одного цента. Поэтому здесь практически говорить о том, что это все фуфло и называть этот список криптовалют, которые, кстати, обширны, но это глупо. Хотя здесь вот есть такие мусорные монеты, как Bitcoin SV, Bitcoin Cash, хотя Bitcoin Cash на Proof of Work, но все равно это породище Roger Vero, которое в принципе, ну, в стадии альтернативы Bitcoin SV, потому что и тот, и тот возомнили себя там с Сатоши Накамото и так далее, Roger Vero и Craig Wright. То есть на самом деле две личности, которые, ну, похожи. Иос, ну, на Иосе, кстати, много депс, и Иос в китайских рейтингах всегда опережает и эфириум, и другие монеты, поэтому я бы не сказал. То есть по мнению китайцев Иос полезные, по мнению Forbes Иос бесполезные, но и другие монеты. Кстати, ну, довольно-таки много из списка вот, которые мы видим, монет, которые определенно, значит, с зачатия дали тысячи процентов, да. То есть это не чья, которая там имела стоимость, условно говоря, там 2,5 тысячи или 4 тысячи долларов, а затем упала на 30 долларов. Нет, здесь абсолютно большинство монет, которые имели копеечную стоимость, тот же лайткоин, там доллара не стоил, затем поднялся на 400 долларов и сейчас имеет стоимость там 80 с чем-то долларов. То есть на самом деле здесь монеты, которые так или иначе были полезны и так или иначе многих сделали миллионерами. Потому что если вовремя, там, в семнадцатом году хотя бы зашли в эти монеты, то определенно сейчас есть хорошее состояние у многих людей. Поэтому я считаю, что так или иначе это блокчейны и монеты, на которые стоит обратить внимание. Но если говорить, что вот эти монеты все фуфлу, то это можно сказать про весь рынок криптовалют с монетами в размере 2,5 миллиона монет, да. Потому что здесь куча мусора и там заходишь за топ-100, уже начинается мусор, да. То есть уже монеты и хорошие проекты невозможно выбрать там из следующей сотни 2-5 проектов, которые можно еще рассмотреть, но дальше все меньше и меньше. Поэтому чем дальше монета, тем, конечно же, хуже. Поэтому я скажу, что в этом плане Forbes, ну, вообще допустил какую-то огромную ошибку, либо просто дал такой инсайд, какие монеты еще будут расти и назвал этот список монет. Что также нужно отметить, что, значит, спустя там 22 февраля здесь мы видим довольно-таки интересные сигналы на графике. Здесь в рамках глобального треугольника, который формировался еще там с 14-го года по XRP BTC, мы сейчас подошли к нижней границе и готовы отскочить. То есть сейчас у нас стоимость XRP BTC в Сатошах там 824, соответственно, это число может умножиться на 3, да, мы можем получить 3X, примерно это, кстати, 2 доллара. И, соответственно, мы можем увидеть дальнейший хороший такой отскок. Здесь какое-то время может быть еще набор, но в целом в ближайшее время мы можем ожидать выстрел. Что самое интересное, к нижней границе треугольника и потенциальному выстрелу мы подошли тогда, когда уже сейчас решается судьба Ripple и дается там 3 дня сейчас на дальнейшее движение по делу Ripple против SEC. И я считаю, что вот эти там 2-3 оставшихся дня, они вполне себе могут сделать волатильность на рынке торговли XRP. Поэтому я считаю, что здесь определенно мы будем видеть какие-то позитивные сигналы. Тем более Ripple уже говорит о цифре не 10 миллионов долларов, а 100 миллионов долларов. И мы расходимся в деле против SEC. Эксперт определяет последнюю возможность покупки XRP до того, как он достигнет 2 доллара. Соответственно, это последняя возможность именно сейчас. Ну и как ни крути, речь идет о обычном цикле криптовалюты, в частности XRP 2024-2025 года, когда XRP себя покажет. Что также нужно отметить, что за последнее время 74 миллиона XRP таинственным образом перешли в кошельки, когда какие-то совершают безумные шаги. И до этого мы видели, как с биржи Binance переводились тоже десятки миллионов XRP на холодные кошельки. И сейчас тоже с платформ мы видим, как переводится определенное количество XRP. 24 миллиона XRP было выведено на холодный кошелек. Ну и, подводя итоги, значит, рынок криптовалюты, что мы можем сказать? То, что сейчас на рынке, я бы сказал, что отчасти депрессия по одной простой причине, потому что рынок не растет. И сейчас рынок такой находится в стоящей фазе и немного даже спускается. То есть, на самом деле, торговать такой рынок, ну, например, на споте неудобно. То есть, здесь, когда произошел обвал, нужно покупать и ждать следующее движение рынка криптовалют. Поэтому я считаю, что следующее движение рынка криптовалют или отдельных криптовалют может быть в боковике биткоина. Поэтому я считаю, что боковик по биткоину, который имеется сейчас, он так или иначе благоприятен для основных криптовалют альткоин. Вот такие дела. Всем пока и до встречи.